Продолжение следует... В соглашении Django функции вьюшки — это просто обычные функции на языке Python, на которые накладываются два ограничения. Они принимают на вход объект Django HTTP request и должны вернуть объект HTTP response. Объект request response — это удобный интерфейс для взаимодействия с протоколом HTTP, для анализа параметров и заголовков. Внутренняя структура этих функций может быть произвольная. Часто используются простые функции обычные, в которых ничего внутри нет. В некоторых случаях внутри функции создается какой-то класс и дальше используется в качестве обработчика экземпляр класса. Это так называемый класс Based Views. Мы пока остановимся на простейшем варианте, когда вьюшка является просто обычной функцией, которая принимает HTTP request и возвращает HTTP response. Такие функции по соглашению должны размещаться в файле вьюспи. В каждом приложении есть такой файл, и в этот файл должны размещаться все вьюшки. Когда их становится много, вы можете разделить этот файл на несколько составных частей, но при этом вы должны сами озаботиться импортом этих функций. Когда вы подключаете вьюшку в контроллере, когда вы подключаете вьюшку в роутере, вы должны указать правильный файл, из которого ее импортировать. Если вы импортируете по имени, то функции должны быть в файле вьюспи. Давайте разберем пример. Здесь приведен простой пример вьюшки. Посмотрим, как она выглядит. Предполагается, что такая вьюшка обрабатывает запросы вида вот такого вида. Блок PostText ID 123. То есть предполагается, что по такому урлу мы будем отдавать текст некоторой записи в блоге некоторого поста. Идентификатор поста передается через get-параметры. Мы видим, что вот он передается через queryString. Некоторый идентификатор. Итак, функция принимает всего один аргумент. Это request. Request это объект класса Django HTTP request. Смотрим, что происходит дальше. Здесь у нас обработка исключения. Ну, отлично. Это можно было бы не делать. Но правильно свои ошибки обрабатывать самостоятельно. Не пробрасывать ошибки наверх в Django. Мы у объекта request получаем некоторые свойства. Мы обращаемся к свойству get. Свойства get содержат все get-параметры, которые были переданы в удобном виде. В данном случае был передан один get-параметр. Поэтому в свойстве get будет содержаться только он. Мы вызываем метод get и получаем параметр по имени. Соответственно, request, ну, соответственно, вся вот эта конструкция вернет нам строчку 1, 2, 3. Переменная id будет равняться строке 1, 2, 3. Дальше. Когда мы получили этот get-параметр, мы делаем вот такой вызов. Позже мы разберем, что это вызов моделей, то есть запрос к базе данных. Получаем некоторый объект. Если возникло исключение, в данном случае исключение объект не найден, мы выбрасываем другое исключение, называется http404. Это специальный класс, который позволяет джанге отдать ошибку 404. Вообще, это не стандартный способ. Если вы хотите вернуть какой-то особый код ответа из вашей вьюшки, например, 404, вы должны сделать это руками. То есть создать объект http-response, передать туда нужный код. Это особый случай, специальное исключение, которое джанга понимает. Видимо, потому что такие ситуации встречаются довольно часто. Ну, хорошо. Если пост был найден, это все не так важно. У нас есть объект object, и мы должны вернуть объект http-response, то есть ответ. Мы создаем новый экземпляр, вот здесь вот. Передаем один позиционный аргумент, это тело ответа. В данном случае тело ответа совпадает с текстом поста. И указываем content-type. Content-type это, соответственно, заголовок content-type, который будет в нашем ответе. Указываем text-plane, потому что по умолчанию это будет текст html, а мы хотим вернуть именно сырой текст поста. Ну, допустим, нам для чего-то это понадобилось. Вот, в общем-то, все, что делает данная вьюшка. Еще раз подчеркнем важные моменты, какие здесь есть. Вьюшка принимает объект класса http-request. С помощью его методов получает данные из get-параметров. Дальше идет какая-то бизнес-логика, в данном случае это загрузка объекта из базы. И в конце вьюшка возвращает объект http-response. Вот, собственно говоря, все. Давайте посмотрим подробнее, как можно передавать параметры внутрь функции view. Существует два подхода. Ну, они используются, на самом деле, вместе. Это не два различных подхода. Существует два способа передачи параметров. Первый мы посмотрели, это передача через get-параметры, то есть вот, через query-стринг. Второй способ передачи, это передача через путь. Очень часто в веб-приложениях стараются делать человека читаемые урлы, то есть, чтобы их можно было легко прочитать человеку, чтобы не запоминать айдишники. Ну, и на самом деле это еще для оптимизации внутри поисковых систем помогает. Если мы говорим про блоги, зачастую урлы выглядят вот таким образом. Например, блог, пост, и здесь либо идентификатор, либо чаще еще так называемый слаг. Слаг – это текстовое обозначение поста. Например, всем привет. Вот это типичный урлы для какого-нибудь поста в блоге. Мы видим, что первая часть урла, она обозначает приложение. Ну, на самом деле это не так важно, но, как правило, по первому слову в урле определяется приложение, Django-приложение, которое будет обрабатывать. Это зависит от того, как вы роуты сконфигурируете. По второй части урла, как правило, определяется вьюшка, то есть конкретная функция. А вот третья часть урла, она постоянно меняется. Фактически это параметр, который нужно передать в вашу вьюшку. Вот это второй способ передачи через фрагмент урла. Каким образом это реализовано в Django? Это называется захват параметров. И это реализовано в двух файлах. С одной стороны, в вашем роутере в файле url.sp вы должны в регулярном выражении явно указать, что вы ожидаете какой-то параметр. Например, давайте рассмотрим первый роут. Это роут вида блок категория 10. Здесь используется не слаг, а здесь используется идентификатор. В роуте мы видим регулярку, которая соответствует вот этой части. Причем слова блок нету. Очевидно, слово блок находится в url.sp более высокого уровня. То есть используется директива include. А роутер приложения отвечает только за хвост урла. И мы видим, что для числа 10 указана вот такая инструкция. Но это регулярное выражение, которое соответствует последовательности чисел. Важно, что это регулярное выражение указано в круглых скобках. В круглых скобках указывается так называемый захват, capturing в регулярных выражениях. Это значит, что при сопоставлении регулярки с url, все, что попадет внутрь этих круглых скобок, оно будет захвачено в переменную. Просто указание круглых скобок захватывает их в позиционные переменные, то есть по номеру. Первое совпадение, второе совпадение и так далее. Во втором роуте мы видим более сложную конструкцию. Мы видим, что используется также захват, capturing, но при этом указывается имя. Вопрос P и в угловых скобочках указано какое-то имя. Это значит, что переменная, а паттерн тот же самый, то есть паттерн это последовательность цифр. Переменная будет захвачена, вот эта последовательность цифр будет захвачена в переменную с именем ПК. Вот переменные, они хранятся внутри движка регулярных выражений, после того, как захват произошел, вы можете оттуда их извлечь. Итак, в роутерах мы указываем регулярные выражения, которые захватывают необходимые части урла с помощью круглых скобочек. И, соответственно, они будут сохранены либо в позиционные переменные, либо, если указана конструкция вот такая вот, вопрос P с именем, то в переменную с именем. Далее, при вызове вьюшки, если вьюшка была связана с вот таким урлом, Django будет передавать захваченные переменные в качестве дополнительных параметров. Мы говорили, что по соглашению вьюшка принимает один обязательный параметр, первый параметр request, а остальные про них ничего не сказано. Так вот, остальные параметры во вьюшке, они должны соответствовать скобкам захвата, тем скобкам, которые прописаны в роутерах. В данном случае используется параметр pk. Это позиционный параметр, ну, точнее, у него есть имя, но его можно передавать и как позиционный. Данная вьюшка, соответственно, была связана со вторым роутом, с вот этим вот, со вторым. Она ожидает параметр pk, он также будет и... Ну, параметр pk захватывается в переменную по имени, и, соответственно, внутрь функции он передается по имени. Так или иначе, будет установлен вот этот параметр, то есть идентификатор поста попадет в вьюшку post details. То же самое происходит и с первым вариантом, с категории view. Идентификатор категории будет захвачен и передан будет функцию категории view как позиционный параметр. Для... ну, здесь нужно вспомнить, как передаются параметры функции на языке Python. Мы можем вспомнить, что у параметров можно указывать значением по умолчанию, поэтому даже если регулярное выражение ничего не захватило, оно должно быть специальным образом написано, чтобы поддерживать пустой захват, будет выставлено значение по умолчанию. То есть вы можете запускать вьюшки без захвата параметров. Собственно говоря, вы можете делать вьюшки, у которых явно не прописаны какие-либо параметры. В языке Python есть специальные две конструкции, то есть в списке аргументов можно указывать звездочка args и две звездочки. При этом в звездочка args попадут все параметры, которые передаются как позиционные, а в kv args попадут все параметры, которые передаются как именованные. Например, если мы опишем нашу вьюшку так, то мы сможем получить параметры из урла вот с помощью таких конструкций. Ну, соответственно, обратиться к первой переменной, либо к переменной по имени. Итак, повторю еще раз. Чтобы передать параметр из пути в урле внутрь вьюшки, нужно сделать две вещи. Во-первых, в файле urls.p нужно написать регулярное выражение, которое захватывает переменные, например, по позиции, либо захватывает переменные с указанием имени. А в файле views.p в соответствующих вьюшках нужно добавить аргументы к функциям view. Перейдем к рассмотрению объектов HTTP request, HTTP response, поскольку это основной интерфейс для взаимодействия с HTTP из Django. В объекте HTTP request, который передается первым параметром в нашей вьюшке, содержится вся информация про входящий HTTP запрос. В отличие от WESGI приложения, в котором информация разобрана только в первом приближении, то есть разделена по заголовкам, в HTTP request разделение детальное, то есть с помощью этого объекта вы можете получить удобный доступ ко всем параметрам запроса. Давайте посмотрим, какие наиболее часто используемые переменные есть в HTTP request. Request – метод получения метода запроса. Это используется довольно редко, потому что в Django обычно происходит разделение разных... Ну, принято разделять запросы разных методов на разные вьюшки. То есть каждая конкретная вьюшка обрабатывает обычно один тип запросов, поэтому проверять непосредственно метод запросов приходится довольно редко. Но если понадобится, это можно сделать с помощью переменной request метод. Далее переменный get и post большими буквами. Это словари, в которых содержатся все параметры, переданные, соответственно, get через query string, то есть через url, post – все параметры, которые переданы через тело запроса. Ну, в случае с post запросом. Словарь мы говорим в первом приближении. Этот объект ведет себя как словарь, то есть его можно использовать так же, как стандартный объект dict, словарь, dictionary в питоне. Но на самом деле это более сложный объект, у него есть дополнительные параметры. К нему мы вернемся чуть позже. Переменная request cookies. Это словарь, в котором содержатся все входящие cookie. Здесь все просто. Ключ в этом словаре – это имя cookie, значение – это значение cookie. Про работу с cookie мы поговорим подробнее, когда будем говорить про то, как реализована авторизация на нашем сайте. Переменные files. Это также словарь, в котором содержатся файлы, загруженные при пост запросе. То есть мы говорили, что в форму можно добавить специальные поля, поля ввода, input type file. Input type file. И тогда у нас в форме будут загружаться файлы. При этом нужно указать специальный ng-type для формы. Напомню. Нужно указать multipart form data. Так или иначе, при загрузке такой формы у нас на наш application сервер передаются некоторые файлы. Как удобнее всего работать с файлами? Удобнее всего работать, когда они уже загружены, сохранены на диск, и у нас есть файловый дескриптор. Собственно говоря, в словаре files содержатся файловые дескрипторы. Ключ здесь соответствует имени input, то есть не имени файла, а имени input, через который этот файл загружался. А значение – это файловый дескриптор, из которого вы можете читать и делать с файлом, что хотите. Далее. Словарик meta. В словаре meta содержатся все CGI-like переменные, то есть фактически переменные в CGI окружении, которые были переданы. Они нужны для тех случаев, когда вам нужно получить сырое значение, либо, например, получить какой-то заголовок, а про которые Django не знает, как его специальным образом анализировать. Какой-то кастомный заголовок. Это основные переменные, которые используются для работы при работе вьюшки. Помимо этого, в объект request могут быть добавлены дополнительные переменные. Дело в том, что прежде чем вызвать конкретную вьюшку, во фреймворке отрабатывают так называемый middleware. Middleware – это код, который оборачивает собой приложение, он позволяет добавить некоторый функционал. В частности, если подключен middleware для работы с сессиями, в объекте будет вот такая переменная. Request session – это словарь, который представляет собой сессию. В чем особенность? Все вот эти словари, которые мы перечислили, они живут ровно один запрос, то есть на каждый запрос они новые. Сессия – это данные, которые связаны с пользователями, они приходят на каждый запрос вместе с ним. Это очень приблизительно, мы попозже поговорим, как это реализовано. Грубо говоря, если вы запишите в этот словарь какую-то переменную, то при следующем запросе она не исчезнет, она вернется к вам. Таким образом вы можете делать какие-то пометки, связанные с текущим пользователем. Например, так часто реализуют корзину товаров в магазине, их складывают в сессию, те товары, которые он выбрал на данный момент. И поэтому они не теряются при переходе от одной страницы к другую. Если включен middleware для поддержки стандартных пользователей, во фреймворке Django есть инфраструктура авторизации и управление пользователями, готовая, то в переменной request user будет содержаться объект текущего авторизованного пользователя. Это экземпляр модели, с ним вы можете делать все, что вам угодно. Ну, вы будете знать, кто, какой пользователь вызывает в данном случае вашу вьюшку. Использовать инфраструктуру пользователей в Django это необязательно, но для небольших сайтов она может оказаться очень удобной. Итак, это что касалось запросов. Теперь перейдем к объекту HTTP response. Он не похож на request. Если request это в основном объект, с которого мы читаем, получаем данные, то объект HTTP response мы в основном создаем руками и заносим в него некоторые данные. В самом простом случае объект создается просто вызовом конструктора, ему передается один аргумент, который представляет собой тело ответа. Соответственно, когда мы создали объект HTTP response, мы можем возвращать его из вьюшки и на этом обработка запроса закончится. Пользователь получит вот такой HTML ответ. прежде чем вернуть объект HTTP response, мы можем его использовать, например, вот таким образом поставить заголовки, добавить заголовку. В принципе, у объекта HTTP response есть дополнительные параметры, то есть первый аргумент, первый аргумент, который мы передаем, это тело ответа. Как мы знаем, при передаче аргумента ответа важно, ну, при передаче HTTP ответа важно, что? Код ответа, заголовки ответа и тело ответа. Больше ничего нет. Для того, чтобы указать какой-то произвольный код, можно вызвать конструктор HTTP response в полном виде. Вот здесь приведен пример полного вызова. Указывается контент, ну, либо бази, называется, просто параметр называется контент в джанге, передается содержимое тело ответа. Параметр content type передается заголовок content type. Content type устанавливается так часто, то есть, это настолько типичный сценарий, что этот параметр, он был вынесен в конструктор, то есть, передается как аргумент конструктора, а не вот таким способом, как остальные заголовки. и, наконец, важный важный аргумент конструктор это статус, соответственно, это код ответа. Достаточно указать только число, текст, поясняющий, например, 404 not found, джанга выберет сама из стандартных текстов. Итак, таким образом вы можете создать, сконструировать HTTP response. очень часто веб-приложении нужно вернуть некоторый стандартный тип ответа, например, redirect. Мы говорили, что есть такой код ответа 301, 302, redirect, который говорит о том, что документ нужно забрать с другого урла, который указан в заголовке location. В принципе, redirect можно конструировать с помощью стандартного объекта HTTP response, то есть указать статус 302, потом указать заголовок location, потом вернуть. Это не очень удобно, поэтому в джанге есть специальные подклассы. Вот здесь указан список классов. Это наследники, то есть если мы говорим про объектно-ориентированное программирование, они наследуются от класса HTTP response и позволяют более простым образом конструировать те или иные ответы. Например, HTTP response redirect. В конструкторе вы ему передаете сразу URL. Причем код ответа будет установлен автоматически. То есть, чтобы вернуть redirect, вы создаете объект. HTTP response permanent redirect. То же самое, но код ответа 301, то есть permanent redirect. Соответственно, есть другие подклассы, с ними можно ознакомиться в документации. Например, not found 404 ошибка, либо forbidden доступ запрещен для данного пользователя и тому подобное. То есть, есть шоткаты для того, чтобы вернуть нужный конкретный вид ответа. Давайте подробнее посмотрим, как получать, как работать с переменами get и post, поскольку они очень часто используются. Итак, у нас в объекте HTTP request есть переменные get и, соответственно, есть переменные post. Мы говорили, что эта переменная ведет себя как словарь. То есть, мы можем работать с переменной get как со словарем в языке Python. Надо вспомнить, что при указании неправильного ключа, то есть, ключа, которого нет, в словаре, будет, Python поднимет исключительную ситуацию exception, бросит exception. Соответственно, exception, который выбрасывается из функции обработчика, из функции вьюшки, он приводит к пятисотой ошибке. Это тоже важное соглашение, то есть, все exception, которые не перехватываются, они поднимаются до уровня фреймворка, далее Django смотрит, что возможно, это какой-то специальный тип исключения, например, HTTP 404, и тогда нужно вернуть четырехсотую ошибку, четырехсотую ошибку. В противном случае возвращается пятисотая ошибка, то есть, неперехваченный exception приводит к ошибке 500, internal server hero. Итак, со словарями get и post можно работать как со словарями, но при этом нужно быть уверенным, что вам эти данные, эти параметры будут переданы. Такое вполне нормально на тех вьюшках, которые обслуживают какой-то API сайта, либо какие-то страницы, которые пользователь не увидит напрямую, например, аяк запроса. Если пользователь может обратиться к этой странице напрямую, вероятно, нужно сделать какую-то обработку такой ситуации и показывать сообщение об ошибке. Далее, параметры, полученные из get, очень не рекомендуется использовать напрямую в коде. Важно понимать, что при работе вообще следует не доверять пользователю, потому что пользователь всегда может оказаться хакером. В частности, если вы получаете какой-то параметр сортировки, ну, это в качестве примера, не следует его передавать напрямую в запрос к базе данных. Желательно сравнить с заранее известным значением и передавать уже как бы само значение. Ну, это один из примеров. Как можно получить параметр, который может быть не передан? Для этого используется метод get, то есть, вы получаете не ключ значение, не ключ из словаря get, а вызываете специальный метод get. Этот метод не поднимет exception в случае отсутствия ключа page в словаре. Он вернет специальную переменную пейдж, то есть, наша переменная пейдж, она будет равняться строке переданной в get параметре page, либо она будет равняться единице, числу единицы. Далее, нужно учитывать, что даже когда вы ожидаете, что вам передадут число, могут передать все, что угодно. Поэтому желательно явно проверять это. вот этой строкой мы приводим строку гарантированно к целому числу. Если привести это не получится, то есть, строка содержит что-то неожиданное, будет, питон поднимет исключение, и, соответственно, мы вернем из вьюшки вернем http response bad request. Это еще один код ответа, соответствует http 400 bad request. То есть, мы получили неожиданный какой-то параметр. Мы ожидали получить число, а получили что-то другое. Итак, повторю, что важно на этом слайде. На этом слайде важны две вещи. Первое, вы можете задавать значения по умолчанию, например, так. А второе, вы всегда должны проверять пользовательские данные. Например, вот так. В Django есть специальный механизм, так называемые формы, которые помогают с проверкой, к ним, особенно, когда данных передано очень много, например, submit большой формы происходит отправка большой формы. К этому механизму мы вернемся чуть позже. Пока ограничимся простым вариантом, когда нужно проверить один-два аргумента. Теперь вернемся к тому, что объекты get и post это не совсем словари. на самом деле это объекты класса queryDict. В принципе, они ведут себя как словари, но у них есть дополнительный функционал, связанный с тем, что через get параметр, то есть через queryString могут передаваться несколько параметров с одним и тем же именем. Вот, например, у нас есть такой URL. Мы видим, что здесь передается параметр ID три раза. Это вполне нормальное явление, например, при использовании выпадающих списков, множественных списков точнее. При использовании множественных списков есть такое поле ввода, либо при использовании чекбоксов у вас может быть несколько параметров с одним именем, но разными значениями. Вот отличный пример в этом URL. что происходит, когда вы пытаетесь при вот таком URL получить получить параметр ID. В данном случае queryDict, то есть вот этот объект, он вернет вам последний параметр. То есть, когда вы пытаетесь обратиться как к словарю, либо вызвать метод get, возвращается всегда один параметр. Ну, в данном случае последний, то есть для условия так, что возвращается последний. Если вам нужно получить все, вместо метода get, вы вызываете специальный метод getList. Такого метода у словарей обычных нет, а у queryDict он есть. И, соответственно, вы получаете уже список, содержащий все переданные идентификаторы. Вторая полезная особенность queryDict, про которую стоит упомянуть, это возможность сервализовать обратно в queryString. Есть метод urlncode, который позволяет вам все переданные параметры преобразовать обратно в строчку. Это бывает полезно, когда у вас есть сложная форма поиска, и при каждом новом запросе вы хотите сохранять старые параметры. То есть у вас есть несколько параметров, делается новый запрос, и вы хотите сохранить те параметры, которые уже есть. Это легко делается с помощью функции urlncode. Чтобы было еще удобнее строить параметры, в queryDict объекты можно устанавливать значения. То есть вы можете не только читать их с помощью метода get и getList, а также устанавливать свои значения с помощью методов set и setList. Вот таким образом происходит работа с get и post параметрами. переменная request ведет себя точно так же как get. Таким образом происходит работа с get и post параметрами во вьюшках Django. Второй важный аспект помимо get и post параметров это работа с заголовками. Давайте посмотрим как можно с помощью объектов request response получить и установить заголовки. Для начала заголовки запроса. начнем с того что Django разбирает некоторые заголовки например заголовок cookie и для работы с этими заголовками предоставлены более удобные методы. Для других заголовков остается словарь meta. В словаре meta содержатся переменные которые передаются в SG окружения соответственно называются они так же как повелось это с времен с времен CGI например заголовок user-agent мы можем получить из request meta с помощью строки http user-agent в принципе в большинстве случаев заголовок user-agent используется как строка очень сложно придумать внутреннюю структуру потому что фактически там произвольные данные могут находиться поэтому чаще всего user-agent использует именно как строку второй пример который мы посмотрим это получение IP адреса пользователя мы говорили что согласно согласно протоколу CGI ну и всем которые от него соответственно были написаны на основании протокола CGI то есть все его наследники IP адрес пользователя который запрашивает веб-сервер передается в переменной remote adder но есть один нюанс когда у нас используется архитектура front-end back-end то есть когда наш application сервер находится позади прокси непосредственно к application серверу подключается прокси и поэтому в remote adder будет адрес прокси мы говорили что в таком случае прокси сервер добавляет специальный заголовок часто этот заголовок называется xrealip хотя точного стандарта нету поэтому кстати буква x все заголовки которые начинаются с x они предполагают что они нестандартизированные нет стандарта каким образом получить в таком случае ip адрес пользователя очень просто мы сначала пытаемся получить из request meta заголовок xrealip причем используем метод get обращаемся не как к словарю используя метод get если такого заголовка нет у нас вернется специальная переменная нам в питоне есть специальный тип нам пустое значение дальше мы проверяем если у нас вернулся нам то есть если userip из нам тогда мы получаем обычным способом remote вот собственно говоря вот такая конструкция это надежный способ получения ip адреса в application сервере если вам неохота постоянно писать эту конструкцию есть возможность расширить объект http request отнаследоваться от него и указать либо не отнаследоваться а в питоне есть возможность так называемого в питоне вообще реализован duck typing то есть вы можете свободно добавить методов либо свойств произвольному объекту вы можете написать свой middleware про middleware мы чуть позже поговорим который добавит специальный метод в request который будет возвращать адрес пользователя так вернемся к заголовкам каким образом можно указать заголовки ответа во втором параграфе начнем с того что content type можно указать непосредственно в конструкторе объекта http response потому что content type указывается очень часто и чисто для упрощения заголовок content type был вынесен в конструктор вот здесь конструктор вызывается вот завершение вызова это http заголовок content type все остальные заголовки можно указать уже после создания объекта вот вы создали объект http response вот он у вас переменный response это переменная также ведет себя как словарь то есть она не является словарем но она обладает функциями словаря к ней можно в частности в нее можно записывать переменные по индексу по ключу и используя объект response как словарь мы просто записываем необходимые нам заголовки ключ это имя заголовка значение соответственно значение заголовка в данном случае используется заголовок content disposition который заставляет браузер не отображать файл а предложить его сохранить ну вы знаете что у него иногда браузер предлагает сохранить файлы на диске соответственно file name указывает имя файла с которым браузер предложит его сохранить в случае с заголовком cookie то есть у нас есть среди всех заголовков пара заголовков cookie и set cookie они используются чаще поэтому установка и получение cookie в джанге сделано отдельным методом вы можете получив объект response вместо использования его как словаря вызвать метод set cookie передается имя cookie значение и через именованные параметры можно передавать дополнительные дополнительные опции cookie например например здесь указать secure равняется true это означает что данная кука будет доступна только для протокола https то есть по протоколу http она передаваться не будет подробнее про атрибуты кук мы поговорим позже когда будем говорить про авторизацию пока смотрим простой вариант допустим у нас был какой-то запрос и мы при возвращении ответа выставили некоторую куку set cookie visited 1 при следующем запросе это значение оно вернется к нам на сервер и будет доступно в словаре cookies его можно будет извлечь соответственно с помощью инструкции get в итоге в переменной из visited у нас будет строка 1 мы можем проверить этот флажок и как-то изменить логику поведения например не показывать блок то есть мы типичный пример мы хотим показать какой-то блок пользователю только один раз когда он его увидел второй раз показывать смысла нет вот такое грязное решение с использованием куки можно осуществить итак мы рассмотрели как использовать заголовки в частности как использовать куки из Django views следующий функционал Django про который следует поговорить в контексте контроллеров в контексте views это декораторы ну дело в том что Django views это очень простая конструкция это просто функция поэтому особо много сложностей в самих функциях в самих контроллерах не возникает однако для расширения функционала в языке Python и в Django в том числе используются так называемые декораторы функции давайте начнем с того что такое декораторы в Python потому что это знакомо так скажем как они устроены знакомо не всем программистам это может быть новостью декоратор это функция которая преобразует одну функцию в другую то есть она изменяет поведение некоторой функции проще всего рассмотреть работу примера на работу декораторов на примере допустим мы хотим сделать декоратор double it который удваивает значение возвращаемое какой-то функции ну предполагается что функция возвращает числовое значение что можно удвоить вот у нас есть функция функция которая просто перемножает два числа и возвращает возвращает значение когда над этой функцией пишут вот такую конструкцию собака double it это означает что к функции применяют декоратор декоратор double it применение декоратора происходит на этапе парсинга файла то есть само применение декоратора оно означает подмену функции замену функции мульт на некоторую другую посмотрим как устроен декоратор double it он сам декоратор вот здесь это описано выше он из себя представляет функцию которая на вход принимает изначальную функцию то есть когда применяется декоратор вот этот параметр фанк в него будет передано значение функция некоторая функция мульт ну то есть это та функция к которой применяют декоратор далее сам декоратор должен вернуть другую функцию для этого внутри декоратора эта функция создается вот создается новая функция с именем tmp имя в данном случае не важно можно выбрать любое что эта функция делает она вызывает первоначальную функцию и умножает значение на 2 то есть декоратор создал новую функцию и вернул ее в результате когда применяется декоратор вместо функции мульт появится функция tmp имя сохранится функция будет по-прежнему называться мульт но вместо нее будет функция tmp что произойдет когда вы вызовете функцию мульт например в таком случае функцию которой был применен декоратор поскольку функцию подменили вместо нее будет вызвана функция tmp функция tmp это замыкание она помнит про ту функцию которую ей передавали изначально то есть вот эта вещь это по-прежнему оригинальная функция мульт соответственно вызовется оригинальная функция мульт с параметрами 2,2 здесь получится 4 здесь умножится на 2 в результате получится 2х2 равняется 8 такой довольно глупый пример но смысл в том что декораторы позволяют полностью изменить поведение функции предполагается что декоратор сохраняет сигнатуру функции но полностью меняет ну либо частично меняет ее поведение теперь давайте перейдем к тому какие декораторы используются в джанго в джанго есть разные декораторы которые применяются к разным видам функций если мы говорим про вьюшки то существует несколько наиболее таких распространенных декораторов вот здесь приведены 4 их использование выглядит так сначала декоратор нужно импортировать соответственно пакеты с которыми импортируется декоратор нужно узнать в документации они к сожалению раскиданы по разным пакетам по разным модулям бетоновским в соответствии с теми функциями которые они предоставляют итак вы импортировали какой-то декоратор например require post и далее этот декоратор применяете функция вьюшки поведение вьюшки теперь изменилось давайте посмотрим какие есть конкретные параметры декоратор require get и require post они ограничивают методы которые поддерживает данная функция зачем это нужно ну например если вы делаете вьюшку обработчик некоторой формы вы хотите гарантировать что к этой форме можно обратиться только с помощью метода post вы добавляете ну вот обработка формы like вы добавляете декоратор require post соответственно если придет get запрос джанго вернет специальный код ответа неправильный метод запроса такой код есть более сложная и более популярная функция это login required login required говорит о том что для вызова данной функции пользователь должен быть авторизован то есть данная вьюшка доступна только авторизованным пользователям под авторизацией здесь понимается встроенная система авторизации в джанго но в принципе если вы используете свою авторизацию вы можете написать свой декоратор если вы добавляете вот такой декоратор к функции то для авторизованного пользователя вьюшка будет вызвана а для неавторизованного пользователя произойдет редирект на указанный уру то есть пользователя отправят сначала авторизоваться это очень удобно для организации какой-то закрытой части сайта то есть private части ну и еще такой пример cssrf exempt в джанго есть встроенная защита cssrf attack по умолчанию она работает для всех функций то есть для всех функций которые обрабатывают пост запросы если вы хотите отключить эту защиту в некоторых случаях она действительно не нужна вы применяете вот такой вот декоратор и защита перестает работать конкретно для данной функции итак мы научились обрабатывать входящие getPost параметры работать с заголовками и в принципе этого достаточно чтобы запускать произвольную бизнес логику на языке python можно обращаться к базе что-то вычислять осталась проблема с выводом результата то есть пресловутый компонент view нам нужно каким-то образом сгенерировать html страничку и передать ее пользователю исторически когда сайты были относительно простыми использовался примерно следующий подход ну поскольку речь шла про CGI там страничка выводится просто в стандартный поток вывода в стадоут она печаталась с помощью операторов print то есть вызывалась много раз оператор print который печатал страничку по кусочкам сейчас страницу нужно каким-то образом склеить в одну переменную и вернуть теперь response неправильный подход заключается в том чтобы пытаться это делать с помощью языка python то есть в принципе вы можете пытаться собирать склеивать страничку из кусочков из строк на языке python то есть вот таким образом чтобы упростить себе работу скорее всего будут выделены какие-то функции которые одна функция выводит заголовок страницы вторая выводит футер страницы третья функция могла бы брать данные и склеивать их но этот подход очень неудобен и он нежественно способен сейчас такие подходы не использует никто правильный подход заключается в разделении данных и представления то есть как мы говорили в паттерной mvc контроллер занимается тем что вызывает модели в конце концов получает какой-то какой-то набор данных это так называемый контекст эти данные называют контекстом после чего все эти данные передаются в компонент view в джанге компонент view это шаблонизатор на самом деле в большинстве других фреймворков в подавляющем большинстве это также шаблонизатор шаблонизатор это библиотека которая смешивает данные контекст и шаблон html страницы шаблон это специальный файл в котором содержится html код с некоторыми специальными конструкциями шаблонизатор смешивает контекст подставляет данные которые были в контексте в шаблон и в результате получается html страничка такой подход дает множество плюсов это ведь я бы даже сказал что это в общем-то основной плюс паттерна mvc который есть во-первых это разделение работы вебмастера и программиста нужно понимать что с шаблонами в основном работают фронтенд разработчики либо вебмастера то есть те же люди кто пишут css и javascript а с питом кодом работают в основном бэкэнд программисты чем чем лучше разделить их работу тем тем проще будет взаимодействовать между собой то есть они не будут конфликтовать за файлы у них будет явная граница где работают одни где работают другие использование шаблонов позволяет вам повторно использовать html код то есть вам не нужно будет каждый раз для каждой новой html страницы которых может быть сотни на сайте заново вводить все теги вы можете повторно использовать html код ну и поскольку в python коде не будет встречаться html который имеет тенденцию к очень частому изменению на сайте это обеспечивает более чистый python код ну либо там какой язык вы используете давайте посмотрим что из себя представляет шаблон шаблон очень похож на программу наоборот если вот в обычной программе которая на языке CGI у вас основной код это инструкция языка программирования а местами вы делаете принт и выводите данные то в шаблоне наоборот основной код это просто html внутри этого кода встречаются небольшие вставки на специальном языке вот например вставка на языке шаблонизатора вот вставка вот то есть используются специальные теги шаблонизатора которые позволяют внутри html кода делать какие-то манипуляции с данными например проходить по списку и тому подобное надо сказать что в большинстве своем шаблонизаторы сделаны так чтобы они прощали ошибки то есть подразумевается что с шаблонизатором работает фронт-энд разработчик то есть тот человек который в общем-то у него область ответственности лежит немножко смещена ему не хотелось бы постоянно проверять является ли список пустым либо что-то такое поэтому шаблонизаторы они автоматизируют работу и прощают множество ошибок например если переменная какая-то не определена не будет исключения будет выведена просто пустая строка то есть много вот таких вещей сделано давайте посмотрим какие фичи возможности предоставляет шаблонизатор Django в фреймворке Django встроенный шаблонизатор но в принципе при небольшом желании вы можете подключить сторонний первое первое что нам понадобится это вывод переменных например вот используются двойные фигурные скобочки для вывода переменной из контекста предполагается что в контексте то есть в данных которые у нас передавались в шаблон у нас есть какой-то объект пост а в объекте пост есть какой-то текст ну это если вот так грубо представлять структуру данных необходимую вот такая конструкция пост текст соответственно она позволит получить доступ к вот этой переменной можно выводить переменные помимо вывода переменных есть еще специальные конструкции например цикл если у нас есть некоторый список например список объектов comments мы можем пройти по циклу и вывести каждый из этих объектов так давайте на следующем слайде посмотрим так это сейчас мы рассмотрели сам шаблон то есть что из себя примерно представляет синтекс из шаблона что mail-code с вкраплениями инструкции на специальном языке каким образом происходит вызов шаблона напомним что для того чтобы вьюшка отработала она должна вернуть специальный объект http response шаблонизатор в джанго сделан таким образом что он возвращает просто строчку для того чтобы ну большинство вьюшек они должны вернуть в штаммаре страничку чтобы не писать лишний код в джанго существуют так называемые шоткаты это специальный модуль в котором содержатся функции которые очень часто используются функции для упрощения работы к шаблонизации относятся две функции render и render to response давайте начнем с второй функция render to response получает два аргумента первый это имя шаблона а второй переменной это контекст вот собственно говоря вот и все что нужно шаблонизатору шаблон и контекст далее шаблонизатор загружает шаблоны шаблоны могут храниться в разных местах мы говорили что используется в большинстве случаев используется переменная template template переменная template dirs из настроек это список директорий в которых идет поиск шаблона шаблонизатор просматривает эту переменную и во всех во всех шаблонах пытается во всех директориях ищет вот такой шаблон такой файл когда он нашел осуществляет шаблонизацию соответственно метод render to response вернет не просто строчку а сразу готовый http response то есть вот отсюда возвращается уже http response в этом месте содержимым это результат содержимым будет результат шаблонизации контент тайп будет текст html и вы можете данный ответ уже возвращать из вьюшки чаще всего в конце вьюшки пишут вот такой код то есть таким кодом чаще всего вьюшка заканчивается вы наполнили контекст какие-то данные и вьюшка заканчивается вызовом шаблонизатора то есть отрисователь штамм или страничку метод render работает примерно точно так же но принимает дополнительный параметр request это нужно за тем что при отрисовке шаблона могут понадобиться некоторые переменные которые содержатся в реквесте в большинстве случаев метод render он несколько сложнее он делает дополнительную работу про нее мы поговорим позже в большинстве случаев следует использовать именно его render to response нужно использовать когда вам важнее производительность чем функционал так скажем когда вы не хотите делать лишнего как видим вызов шаблонизатора простой важно передать имя шаблона и контекст какие возможности предоставляет шаблонизатор джанго основные возможности перечислены здесь существует множество разных тегов часто используется тег for и соответствующий ему yen for эти теги позволяют делать итерацию по списку в шаблонизаторе джанго как в языке python нет классического цикла for со счетчиком есть только проход по списку соответственно у вас в шаблон передается какой-то список лист и переменная item последовательно проходит все значения этого списка конструкция if и соответствующая ей end if это условное отображение то есть содержимое внутреннее содержимое будет показано выведено в документ только тогда когда условие var верно конструкция include конструкция include позволяет делать включение под шаблоны включение одного шаблона внутрь другого зачем это нужно это нужно по разным причинам первая причина то что один и тот же кусочек html кода один и тот же фрагмент может использоваться на разных страницах например вы можете сверстать блок для какой-то для отображения аватарки пользователя аватарки и имени пользователя и использовать его во всех местах во вторых даже если вы не собираетесь использовать в разных местах удобно разделять удобно разделять страничку на небольшие кусочки и затем собирать их вместе с помощью вызова include в общем вызов include используется для тех же самых целей для чего используется разделение на отдельные функции в языках программирования далее двойные фигурные скобки это вывод переменной вывод переменной может быть вывод простой переменной либо обращение к свойствам объекта об этом мы поговорим чуть позже при выводе переменной можно написать вот такую конструкцию прямая черта и некоторый фильтр это называется применение фильтра прежде чем переменная будет выведена к ней будет применена специальная функция фильтр фильтра двоеточие девять в данном случае это еще и аргумент для функции фильтра то есть фильтры можно настраивать транкейт чарс например занимается тем что обрезает длину строки до необходимого числа это может понадобиться если вы не хотите чтобы например слишком длинный заголовок переносился вы хотите его обрезать по необходимой вам ширине ну и конечно в шаблонизаторе Django есть комментарии однострочный комментарий начинается вот так заканчивается так и многострочный то есть блочный комментарий это соответственно теги comment и and comment поподробнее посмотрим про то как происходит вывод вывод переменных с помощью двойной фигурной скобочки делается можно вывести просто переменную из контекста плюс можно выводить свойства объекта вызвать метод объекта либо выводить какие-то данные по индексу например если у вас переменная object это некоторый объект а content это его свойства то object.content выведет это свойство то есть произойдет обращение к свойству объекта можно обращаться не только к свойству но и к методу например если name это некоторый объект у которого есть метод strip вы можете вызвать метод strip и результат вызова метода будет выведен но скорее всего подразумевает что это строка у которой удаляются пробелы по бокам можно обращаться к ключу хэша если у нас ключу словаря в питоне это словарь называется если у нас info это некоторый словарь то info.avatar будет получение ключа аватар из словаря причем заметьте если такого ключа нету будет выведена пустая строка если у нас post list некоторый массив то post list точка ноль выведет первый элемент массива причем в шаблонизаторе нет возможности вывести n-ый элемент массива для этого нужно использовать цикл for и проходиться по списку что можно сказать про вызовы метода вызовы метода сознательно в шаблонизаторе ограничено при вызове метода нельзя передавать аргументы это сделано сознательно чтобы люди не пытались программировать с помощью использования шаблонизатора вызов тем не менее вызов функции без аргумента возможен и с этим нужно быть аккуратным потому что например можно вызвать функцию delete либо что-то похожее и нечаянно удалить объект из базы данных но обычно с этим проблем не возникает что можно какие особенности можно отметить в шаблонизаторе джанг шаблонизатор автоматически экранирует то что моей сущности почему это важно в шаблонизаторе часто выводятся данные которые ввели пользователи если эти данные не экранируют у пользователей будет возможность ввести специальный тег скрипт и получится что пользователь на странице вашего сайта разместил свой джава скрипт это серьезная проблема с безопасностью сайта называется уязвимость xss cross-site скриптинг чтобы такого не происходило в шаблонизаторе сделано автоматическое экранирование всех выводимых данных поэтому если пользователь ввел вот такую ерунду то эти данные будут выведены именно как текст они подставлены в шаблон то есть у вас появится в html они будут выведены экранированным образом примерно вот так это в html они будут выведены вот таким образом а пользователь увидит их именно как текст а не как отработавший скрипт то есть автоматически происходит экранирование если вы хотите по какой-то причине отключить экранирование есть специальный фильтр который для одной конкретной переменной отключает экранирование если не ошибаюсь по-моему сейф называется это позволяет вам выводить переменные которые которым вы доверяете например если вы знаете что текст статьи вводился через админку вашими модераторами то вы можете выводить его без экранирования вторая особенность то что шаблонизатор можно расширять своими фильтрами и тегами это бывает полезно для того чтобы добавить какие-то свои новые возможности потому что функционал шаблонизатора джанга он довольно ограничен к нему бывает удобно добавить некоторых расширений следующая особенность про которую следует поговорить эта особенность есть у всех шаблонизаторов но в джанге она есть это так называемое наследование шаблонов зачем это нужно чтобы понять зачем это нужно мы рассмотрим макет сайта здесь представлен макет который мы предлагали студентам для реализации их проекта но в принципе это типичный сайт похожий на стек оверфлоу вопросы ответы давайте посмотрим структуру страницы то есть как условно выглядит страница во первых в странице есть шапка очевидно что эта шапка одинакова на всех страницах ну в большинстве случаев это так и есть то есть шапка совпадает на всех страницах у нее может отличаться вот эта правая часть для авторизованного и неавторизованного пользователя но в целом шапка совпадает далее страница разделена на две части центральную колонку и правую колонку очевидно также что правая колонка также совпадает на большинстве страниц вот эта правая колонка она совпадает на большинстве страниц А содержимое центральной колонки как раз отличается. Каким образом сделать так, чтобы нам не приходилось дублировать верстку правой колонки и шапки? Есть варианты два. Мы можем вынести эту верстку в отдельные шаблоны и включать их с помощью директивы include. Либо второй вариант. Мы можем использовать наследование шаблонов. Наследование шаблонов это очень похоже на наследование в языке программирования. При наследовании выделяется некоторый базовый шаблон Base.html. Такие шаблоны еще иногда называют layout. Layout, потому что они задают общее расположение блоков на странице. Что мы видим? Мы видим, что в шаблоне layout указана общая структура. То есть, doctype, хет страницы, заголовок body. Правая колонка здесь не указана, но это в общем-то частности. Внутри верстки встречаются специальные теги. Block и jenblock. В некоторых случаях у этих тегов есть некоторое содержимое. Если проводить аналогию с языком программирования, то шаблон Base.html это базовый класс, а блоки это виртуальные методы. Некоторые методы... у некоторых методов есть реализация по умолчанию. Например, значений у некоторых нет. Итого, с помощью Base.html задается общая верстка страницы. Как выглядит верстка, как выглядит содержимое шаблона конкретной страницы. Например, мы рассмотрим шаблон главной страницы, которая отрисовывается по url. В первой строчке важная команда, команда Extents. Команда Extents показывает, что данный шаблон, он не самостоятельный, что он наследуется от другого шаблона. И, как мы видим, содержимое, оно разделено на отдельные блоки. Вот блок, вот блок. То есть, html находится внутри блоков. Шаблон конкретной страницы соответствует, если мы говорим про OOP, классу, который наследуется от базового. А, соответственно, блоки перекрывают те блоки, которые указаны в базовом классе. У каждого блока есть имя. Например, вот у блока имя Content. Этот блок перекрывает соответствующий ему блок в базовом классе. Что происходит, когда вы пытаетесь с помощью шаблонизатора отрисовать вот этот шаблон? То есть, шаблон конкретной страницы, пускай он называется индекс.html. Шаблонизатор видит, что это не самостоятельный шаблон, а что он наследуется. Директивы Extents. Поэтому он начинает выполнение, отрисовку с родительского шаблона. В какой-то момент времени в родительском шаблоне шаблонизатор встречает директиву блок. Шаблонизатор помнит, что на самом деле он отрисовывает не Base.html, а некоторый конкретный шаблон. Поэтому он смотрит, определён ли блок в конкретном шаблоне. В этом шаблоне блок определён. Поэтому выводится именно он. А внутри блоков есть возможность вызывать блок Super, это вызов родительского. То есть, когда отрисовывается тайтл, блок тайтл конкретного шаблона, сначала отрисовывается родительский ему, то есть вот это значение. А потом, соответственно, вот эта строчка. Но это не очень популярный функционал. Далее идёт блок ExtraHead. Шаблонизатор проверяет, есть ли блок ExtraHead в конкретном шаблоне индекса HTML. Такого блока здесь нет. Поэтому выводится то, что есть в Base.html. Здесь этот блок пустой, ничего не выводится. Далее выводится заголовок, и мы доходим до блока контент. Опять шаблонизатор смотрит, есть ли блок контент в конкретном шаблоне. В шаблоне главной страницы. Да, этот блок есть. Поэтому выводится именно блок контент из главной страницы. Таким образом, у нас структура шаблонов, которые наследуются друг от друга, она аналогична структуре классов. Если вы знаете про паттерны проектирования, такой паттерн называется Template Method. Что мы добиваемся таким подходом? Что мы вообще добиваемся наследованием шаблонов? Существует несколько вещей. Во-первых, первое, самое важное, это исключение дублирования верстки. То есть мы видим, что в каждом шаблоне встречается только та верстка, которая специфична для данной страницы. Та верстка, которая есть на всех страницах, она указывается один раз в шаблоне Layout. В принципе, того же результата можно было бы довидеться с помощью директивы include, то есть с помощью подключения шаблонов. Но в чем плюс подхода? В том, что у нас сохраняется парность тегов. Вот посмотрите на Layout HTML, вы увидите, что все теги открывающиеся, закрывающиеся, открывающиеся, закрывающиеся. Все теги находятся в одном шаблоне. Это очень удобно, это гарантирует, что у нас структура HTML-странички останется правильной. Если мы используем include-директиву, то у нас шапка сайта, ну то есть вот эта часть, и футер сайта, как правило, находятся в разных шаблонах. Поэтому нам нужно следить, чтобы те теги, которые открываются в одном файле, они закрывались в другом. Это тяжело и часто приводит к ошибкам. При наследовании шаблонов такой проблемы не возникает. В принципе, при наследовании может использоваться более сложная структура. Например, если у вас есть какой-то профиль, и все страницы профиля обладают похожей структурой, вы можете создать базовый шаблон, от него отнаследовать... Ну, создается базовый шаблон. От него наследуется какой-то шаблон профиля. От него наследуется, например, главная страница профиля. То есть наследование может быть там не только одного уровня, а произвольное количество уровней в наследовании может быть. Это нормально поддерживается шаблонизатором. И последняя вещь, про которую следует поговорить, когда мы обсуждаем шаблонизаторы, это так называемый контекст-процессор. На практике при разработке веб-приложений получается так, что на большинстве страниц всегда требуются одни и те же переменные. Ну, то есть, точнее, некоторый набор переменных требуется на подавляющем большинстве страниц. В принципе, эти переменные можно было бы загружать, добавлять в каждом контроллере, в каждой вьюшке, явно добавлять в контекст шаблонизатора, передавать эти переменные. Но это неудобно, поскольку это копирование кода. Для того, чтобы добавить в контекст шаблонизатора какие-то данные, используется специальный механизм – context-processors. Context-процессоры – это функции, которые вызываются непосредственно перед обработкой шаблона и добавляют туда свои данные. В Django есть набор стандартных контекст-процессоров. Все контекст-процессоры, которые включены в данном проекте, они указываются в специальной настройке. В settings.p – template-context-processors. Какие есть стандартные контекст-процессоры в Django? Например, вот такой вот – Django-core-context-processors-request. Он добавляет переменную request, которая является, ну, собственно говоря, объектом, а что теперь request? Тот самый request, который был у вас во вьюшке. Это позволяет обращаться к переменам из request напрямую из шаблона. Иногда это удобно. Контекст-процессор CSRF. Добавляет специальную переменную CSRF-токен. Эта переменная должна быть выведена в каждой форме, если мы хотим защищаться от CSRF-атак. Итак, контекст-процессор static добавляет переменную static url. Static url – это префикс, с которого начинаются все пути к статическим файлам. Ну и, например, вот такой вот контекст-процессор добавляет объекты user и permissions. Это стандартные пользователи в Django, соответственно, их permission. В принципе, если вы реализуете свою систему пользователей, либо просто используете свою какую-то инфраструктуру, вы можете написать свои контекст-процессоры, которые добавляют ваши собственные переменные. Прописать их в настройку template context processors, и они будут вызываться. В чем нюанс? Нюанс в том, что контекст-процессоры на самом деле вызываются при каждом вызове шаблона. Поэтому очень важно не размещать там сложные логики и помещать в контекст-процессора только те переменные, которые действительно нужны на каждой странице сайта. То есть, если на каких-то трех страницах вам понадобилась одна и та же переменная, не следует ее сразу выносить в контекст-процессоры, потому что на остальных 100 она, вероятно, не понадобится. Контекст-процессоры на самом деле вызываются не всегда. То есть, есть способ, когда не вызываются, есть способ, когда не вызываются. Здесь мы вернемся к нашим функциям render-to-response и render. Вот если вы отрисовываете шаблон с помощью функции render-to-response, контекст-процессоры не вызываются. То есть, функция render-to-response, она быстрее отрабатывает, но при этом в ваших шаблонах не будет переменных, которые добавлены контекст-процессорами. Поэтому render-to-response используется довольно редко. Например, для отрисовки шаблона письма, либо для отрисовки какого-то специального шаблона, который предназначается не пользователю, а какой-то там, допустим, CSV-отчет. Естественно, в CSV-отчете не понадобится данный контекст-процессоров. Если вы вызываете шаблонизатор через функцию render и передаете параметр request, тогда контекст-процессоры будут запущены, и ваши шаблоны отработают с теми переменными, которые эти контекст-процессоры добавляют. В принципе, когда мы говорим про генерацию HTML-страниц для пользователя, то есть динамического HTML, то в большинстве случаев нужно вызывать именно функцию render. Собственно говоря, большинство вьюшек, если вы посмотрите какое-то Django-приложение, оно заканчивается вызовом функции render. На этом мы закончим разговор про шаблонизаторы. И в следующем уроке мы перейдем к обсуждению моделей, то есть способа работы с базой данных фреймворки Django. Субтитры создавал DimaTorzok